10 материалов, которые изменят строительство Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Новые материалы и технологии появляются сегодня едва ли не каждый день. Какие-то вызывают лишь улыбку, а какие-то способны изменить мир. В этом видео мы собрали 10 разработок последних лет, которые наглядно доказали нам, что невозможное возможно. Самовосстанавливающийся бетон Бетон – материал, без которого не обходится, наверное, ни одна стройка. Он обладает огромной прочностью и способностью выдерживать колоссальные нагрузки. Но под воздействием влаги, ветра и других внешних факторов монолит постепенно разрушается. Казалось бы, решить эту проблему невозможно. Но специалисты из Голландии разработали удивительную технологию, благодаря которой бетон восстанавливается без участия человека. Он в буквальном смысле реставрирует сам себя. Как это работает? В состав бетона вводят молочнокислый кальций, а потом заселяют его живыми бактериями, которые питаются этой добавкой. Перерабатывая ее в известняк, эти микроорганизмы заделывают трещины и каверны. Пока эта разработка еще не получила широкого распространения, но, возможно, в будущем она совершит революцию в строительстве, позволив отказаться от ремонтных работ. Стеклянная черепица Продукт, изготовленный швейцарской компанией Soltech Energy, способен удивить даже взыскательного архитектора. Стеклянная черепица станет прекрасным украшением дома, но есть от ее использования и реальная польза. Этот материал способен накапливать солнечную энергию, благодаря чему даже ночью поверхность крыши остается теплой. А значит, на ней не собирается снег. Подходит ли такое решение для северных регионов – вопрос спорный, но в странах с умеренным климатом стеклянная черепица показывает себя наилучшим образом. По прочности стеклянная черепица не уступает керамической, и хорошо с ней комбинируется, так как совпадает по размерам, толщине и форме. При укладке под черепицу подстилают полотно из черного нейлона. Когда солнце нагревает стеклянную поверхность, нагревается и воздух под ней. И эту энергию можно использовать не только для обогрева крыши, но и для других нужд. Так, если проложить под кровлей трубы и пустить по ним воду, система станет дополнительным источником тепла для мансарды. Умное стекло Продолжая стеклянную тему, расскажем о разработке, позволяющей сделать прозрачный материал непрозрачным, одним прикосновением руки. Этот волшебный эффект достигается довольно просто. Между двумя стеклянными панелями помещают жидкокристаллическую пленку и пропускают через нее электричество. При подаче энергии кристаллы меняют ход движения, выстраиваясь перпендикулярно поверхности стекла, и оно становится прозрачным. Но стоит выключить ток, как частицы возобновляют броновское движение, их материал мутнеет, делаясь непроницаемым для взгляда. Несмотря на наличие токопроводящего слоя, умное стекло можно использовать в помещениях с высокой степенью влажности. Токопроводящий бетон Попытки сделать бетон токопроводящим предпринимались давно, но заметных успехов в этой области удалось достичь лишь недавно. Уникальная разработка под названием «Шоткреде» принадлежит ученым Университета Небраски. Используя особый минерал, магнетит, а также добавки из металлической и углеродной пыли, специалисты придали бетону новые полезные свойства. Теперь он может не только отражать, но и поглощать электромагнитное излучение. Новый материал предназначен в первую очередь для строительства дорог, тротуаров и взлетно-посадочных полос, которые не будут покрываться льдом даже в самые сильные морозы. По сути, речь идет о теплых полах неограниченной площади. Светопрозрачный бетон Светопрозрачный бетон звучит как нечто взаимоисключающее. Но, как ни удивительно, такой продукт существует. Материал пронизывают оптоволоконные нити, способные пропускать свет и при этом выдерживающие довольно большие нагрузки. Разработчики утверждают, что светопрозрачный бетон можно использовать в самых разных сферах. При возведении стен с подсветкой, строительстве бассейнов и создании ландшафтных композиций. Материал отличается высокой прочностью на сжатие, от 70 МПА, а его водопоглощение не превышает 1%. Сегодня светопрозрачный бетон стоит довольно дорого. Плита площадью 2 квадратных метров толщиной 2 метра обойдется в 15 тысяч рублей. Но в дальнейшем планируется удешевление. Гибкая керамическая плитка Еще одно противоречивое слово-сочетание – гибкая керамическая плитка. Речь идет о композитном изделии под названием «Флексиклей». Он изготавливается из традиционной глины, в которой замешивают пластификатор, придающий изделию эластичность. А для армирования служит прочное стекловолокно. Размеры плитки варьируются от 253х40 до 2400х1200 мм. Толщина же составляет 2-4 мм. Внешний материал не отличается от обычной жесткой облицовки. Новинку можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки. Средний срок службы составляет 20 лет. Гибкую плитку можно изгибать под прямым углом, не опасаясь растрескивания. Но для ее укладки необходимо использовать особо прочный клей. Деревянные гвозди Металлический гвоздь, известный нам с древнейших времен, прекрасно справляется со своими задачами. Но назвать его идеалом нельзя. Проблемы возникают при необходимости разобрать деревянную конструкцию. Приходится тратить много времени и сил на выдергивание крепежных элементов, которые часто гнутся и застревают намертво. Есть и еще одна неприятность. Железные гвозди подвержены коррозии. Ржавея они не только разрушаются сами, ослабляя соединения, но и оставляют на поверхности доски неряшливые рыжие пятна. Изобретение БЭК решает все вопросы разом. Это гвозди из дерева, точнее массива бука. При разборе деревянной конструкции их не нужно выдергивать. Можно просто распилить или сломать. И конечно же ни о какой коррозии не может быть и речи. Деревянные гвозди забивают при помощи пневматического пистолета. Предварительное засверливание не требуется. Крепежные элементы, получившие название «лигналок», имеют диаметр 3,7 мм и длину от 50 до 65 мм. Стоит отметить, что по прочности деревянные гвозди уступают металлическим. Использовать их в капитальном строительстве нельзя. Но они прекрасно подходят для внутренней отделки, а также могут пригодиться при изготовлении мебели. Самый теплый кирпич Казалось бы, усовершенствовать кирпич уже просто невозможно. Рынок предлагает множество вариантов этого стенового материала под все случаи жизни. Но специалисты Швейцарского исследовательского института МПА смогли нас удивить, совместив в одном изделии керамику и теплоизоляцию. Так получился самый теплый кирпич в мире – аэробрикс. Его полости заполнены так называемым аэрогелем – синтетическим веществом, похожим на легкую пену. Благодаря этой инновации кирпич сопротивляется холоду в 8 раз лучше, чем обычный аналогичного размера. Кроме того, он достойно выдерживает нагрев до 300 градусов Цельсия. К сожалению, на настоящий момент аэробрикс не используют массово. Слишком уж это дорого. Один квадратный метр стены обходится в сумму порядка 30 тысяч рублей. Но со временем технология будет дешеветь, становясь все более доступной. Хвойные панели Этот материал появился благодаря тенденции к использованию экологически чистых продуктов. Сырьем для него служит спрессованная еловая хвоя. В качестве связующего выступает содержащаяся в иглах клейкая смола. Никакие другие химические вещества в производстве не задействованы. В результате получается листовой материал, который используют в качестве подложки под ламинат и паркетную доску. Размер хвойных панелей 590 на 850 мм. Толщина же может составлять 3,7 мм. На пол их укладывают по диагонали встык и фиксируют скотчем, чтобы предотвратить расползание. Хвойный агломерат хорошо сохраняет тепло, но не отличается высокой прочностью. Кроме того, во влажной среде он может покрываться плесенью. Гибкое дерево. Это словосочетание не следует понимать буквально. Сделать древесный массив по-настоящему гибким пока еще не удалось. Зато удалось найти элегантное компромиссное решение, наклеив треугольные деревянные дощечки на полимерную сетку. В результате получились своего рода обои, которыми можно отделывать криволинейные поверхности. Ниши, колонны, арки и прочее. Отделочный материал под названием Woodskin выпускается в панелях размером 2500 на 1250 см и 3050 на 1525 см. Толщина варьируется в диапазоне от 3 до 30 мм. Лицевая поверхность плитки может быть выполнена из различных видов шпона, а также керамики, металла, пластики и даже камня. Но наибольшей популярностью пользуется, конечно же, дерево. Панели из гибкого дерева позволяют использовать точечную подсветку. Монтаж материала производят при помощи встроенных крючков и натяжных тросов. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Владимир Булдыгеров. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова